письмо из таскента для меня важно я горд тем что коллега что я знаком с вами я счастлив тем да и почему я сейчас все должен подробно читать мне говорили так что кто смотрит на телефоне текста не видят фактически поэтому говорю словами я горд тем что знаком с вами я счастлив тем что могу вам написать и поздравить вас новым годом ведь вы гениальны а я общаюсь с вами мастером разработчиком нового передового правного эволюционного кто бы это ученым бы сказал и благодарен судьбе за то что встретил вас своей жизни это мог бы как песня мысли бы магомаева и станет страшно мне теперь что я не в ту вошел бы дверь для той бы улицы прошел и вас не встретил не нашел а судьба оказалась благословной ко мне и открыл ту самую дверь еще раз вас напишем новым годом с уважением по вашему творчеству кадыров алимджан ташкент мой ответ по моему так письмо написал брата римжан спасибо за поздравление вы мой самый южный друг садовод я ведь даже не додумался что могу полезен в ваших краях про гениальность как я могу гордиться своей исключительностью если у нас каждый ребенок гениален дело то что ребенком остался но памперсы тесные трусы позы в основном сидя лежа когда и так далее это деградация и а и организм и не поверите ума а мне твердят не лезь на уку вы это хоть понимаете знаете я почему говорю да одно на ровном поле каждая кочка гениально так и я тоже я вижу то что видеть должен каждый человек который правильно воспитана с детства да для этого у нас есть два таких этих путей сейчас скажу какие первое физическое развитие при этом развивается ум об этом должен сказать ну хотя бы вы мне зацепили этим словом вот сейчас скажу покажу вот смотрите я все надеялся а вот нет смотрите я сейчас вам показываю современную науку да вот конечно это выборщая фотография это называется вырвать из контекста конечно здесь зале в этих сидят очень много гениев очень много посмотрите те которые на никому не нужном собрании пытка вот самое откровенное спят и правильно делают я одобряю вот кто-то этого смеют это неправильно у кого-то еще хватает может он на несколько лет моложе сил еще что-то читать и что-то соображать чтобы чек испытать есть одно из свойств пыток я это знаю всю жизнь это устраивать вот эти долбаные собрание совещание вот пытать людей неподвижностью это борьба со сном потому что сон особенно послеобеденный сон это необходимость страшная нужная организму вот а вот это все кто-то вот эти вот устраивает эти вот я вам показываю не потому чтобы посмеяться над ними да вот это люди которые сделали советский союз я подчеркиваю советский союз вот они вот они вот они вот и вот сейчас я переключусь я хочу чтобы вы поняли меня правильно значит так получилось что после них появились памперсы появились тесные трусы основная поза мальчиков потом у юных и потом у мужчин это сидя лежа и практически без движения так вон она палец работал кстати у меня все время болит наверное из-за мышки он не сгибается рука как я поливать буду смотрите вот получается что среди этих людей не хватает но они воспитаны были по принципу до нас все раскрыто мы ничего не можем кто-то бы из них встал может быть даже оттолк очередного этого влез без очередь и сказал у нас государство деградирует у нас мальчики вырастают слабыми мужчинами вот я когда вот это вот я вынужден сказать вот вы знаете когда я хотел начать с этого потом решил что немножко важнее да вот эта фраза вот это вот кто ли с любовью не знаете той горяно зная красивая песня кто с любовью не знаете получается кто с любовью знаете тот горя ждет у нас женская половина это ее ждет страшное испытание вот мужчина не защитит мужчина не не накормит семью мужчина не родит не поможет родить здорового ребенка вы понимаете вот потому что уже патричники стали командовать россии очень страшно это потом конечно отдельный фильм сделаю конечно расскажу и про все и про это тестостерон и все что угодно все что должны знать и изучать в школе я сейчас вот клюсь богом вот он тимошка там сейчас посмотрит свой этот и уснет да я ему говорю не забудь опять это самое буду ночью всего трусы стаскивать спать без трусов маме говорю без трусов отведет глазки врет что без трусов вот с этого все должно начинаться это важный момент важнейший момент сейчас чуть вернусь назад и то что хотел сказал почему потому что нет не все сказал половина это физические упражнения движение 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 второе это образ жизни и там и там получается он от этого зависит на детских площадках сейчас каждый день почти каждый день особенно в такие дни вот то изоляция то каникулы мы на на это на коньках вот редко несколько девочки мальчиков нет нету 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 горку открыли горку раньше это к ней смертоубийство подойти была очередь выставили детишки чтобы подняться на 20 ступенях и скатиться вниз где эти детишки за два за три года полностью у них выбили вот это желание еще и визжат еще скатываются осталось десять процентов то что было пять лет назад и 20 процентов от того что было год назад то что же это такое и опять одни девчонки на коньках одни девчонки они да у них дело в том друзья что девчонок больше не стало их тоже стало меньше намного меньше но процент вернее так процесс деградации мальчики идет быстрее потому что то что предусмотрено девочкам им просто не опасно вот а мальчикам опасно там дальше пойдут цифры сколько у них театрестерона еще может быть у ребенка в тот момент когда родится что уже давно это два раза снизили так называемую норму количества сперматозоидов два раза уменьшили потому что получается их нету мужчин что было делать вот это то что я говорю то что опять вернуть детей на улице вот чтобы эта деградация не шла что мужские половые органы должны быть снаружи они должны болтаться они должны проветриваться они должны быть холоднее организма на два-три градуса этого не обеспечите полная деградация страшно когда в семье гей родиться а их все больше запад они уже захватили власть уже отсюда все это так гендерная политика гендерная революция вот однополые половые эти уже этот разрешил как он называется папа римский уже разрешил однополые браки ну разрешил правильно демократия а сделайте так чтобы не было бы этих соживающих вступать в однополые браки вся планета кроме китая китай все учите китайский полтора миллиарда занимается этим самым ушу и тут же рядом ни одного русского на вере на тысячу один найдется мы сейчас тимошка я понесло меня мы с тимошкой час назад делали зарядку на улице поставили машину и делали зарядку тимошка подтвердишь вот вызывать или нет или мне поверите снег лежит ни одного следа ни взрослого ни детского кроме наших вчера ни одного позавчера ни одного месяц ни одного месяца два назад я видел троих парней не качали про сидели на качелях и разговаривали все а что это разве не наука вы понимаете вот они вот те ребята спят они то поколение на себя оправдал они Советский Союз это сделали вон они сидят они заработали ордена медали они все почет и уважение только забыли их отправить в эту самую пойдем дальше вот это вот вот смотрите интересно да я все не помню с правой стороны москвичи с левой стороны амичи и давайте смотреть а я ведь хоть разорвись между ними помните это анекдот про обезьяну который сказал я и умная и красивая и не разорваться ли мне вот и видите такой умный красивый в центре так